Санаторий «Беларусь». Обеденное время. Спокойный и размеренный отдых. Но всё меняется уже через секунду. До приезда специальных служб сотрудники санатория начинают эвакуацию. Кто-то покидает здание сам, кому-то требуется помощь. А уже через считанные минуты на территории Беларуси появляется спецтехника. В колонне автомобилей пожарных, спасателей и медиков. По легенде учений в одном из корпусов санатория произошел пожар. Разработано несколько водных. Одна из них – это тушение пожара на высотном здании. Предусмотрена эвакуация отдыхающих не только через запасные выходы, но и с помощью специальных средств с верхних этажей. И спасателями, и пожарными. Одного из условно пострадавших, его от выхода отрезал дым и огонь, спасатели снимают с помощью автолестницы. Всего пара минут и человек уже на земле. Параллельно работают спасатели. Снимают с верхних этажей гостей санатория с помощью альпинистского снаряжения. Особо тяжелых – на носилках. На практике в санатории не приходилось отрабатывать. Хотя эвакуация людей с жилых домов, там пятиэтажки, двенадцатиэтажки приходилось. За счет того, что мы постоянно тренируемся, все работы у нас проходят без каких-то ЧП. Тут же развернут и медпункт, куда доставляют тех, кому нужна помощь врачей. У этого мальчика, например, повреждена нога. Медики накладывают шину и отправляют в городскую больницу. Всего в учениях были задействованы 150 человек и 18 единиц спецтехники. В целом, учения прошли без нарушений нормативов, подводят итоги организаторы. Еще будет проведен детальный анализ работы каждой из служб и уже после дана оценка их действия. Подобные учения в течение года будут проходить во всех объектах размещения курорта. Кроме того, уже в апреле масштабные учения развернутся на всех ТЭЦ города. Запланированы тренировки и в Олимпийском парке. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.